Каким секторам надо идти в Сингапур? Если бы условный господин Зарьков с его White Rabbit пришел бы сюда, он был бы здесь успешен. Ну, то есть вопрос как бы в компетенции самого предпринимателя. Вот если у собственника это есть в голове, как цель, он к этому и приходит, что он стоит в Сингапуре, он побеждает зубные пасты. Как ты видишь, допустим, в ближайшие 10 лет торговые отношения между Россией и Сингапуром? Это только экспорт из России в Сингапур, и он вырос по сравнению с таким же периодом прошлого года, более чем на 60%. Потихоньку российские компании дорастают для того, чтобы понимать, что Юго-Восточная Азия для них это следующая точка роста и следующий рынок, который надо комплексно осваивать. Всем привет! С вами Татьяна Шереметьева и ваша любимая программа «Жизнь и бизнес в Сингапуре». В которой я показываю Сингапур таким, какой он есть, приглашаю интересных гостей, которые уже живут, работают или занимаются бизнесом в Сингапуре, а также образовываясь по всем вопросам ведения бизнеса в этой маленькой, но интересной стране. Сегодня у меня в гостях очень потрясающий гость. Торговый представитель России в Республике Сингапур Александр Свенин. Спасибо за приглашение. И я как раз-таки тот самый проводник для вас. Если вы российский предприниматель и хотите делать в Сингапуре бизнес, обращайтесь ко мне. Я буду как лоцман проводить вас правильными маршрутами, чтобы выгодно и интересно пришвартоваться в этом замечательном городе-государстве. Сегодня мы поговорим про очень многие интересные вопросы. В частности, какой потенциал экономических отношений России и Сингапура? Какой торговый оборот между Россией и Сингапуром? Какой потенциал роста? Каким компаниям обязательно нужно выходить в Сингапур и делать это уже сейчас? А главное, почему? Что Александру нравится и не нравится в жизни в Сингапуре? Это и многое-многое другое в нашем сегодняшнем выпуске. А с вас ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на канал Александра и обязательно смотрите видео до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Саша, привет! Привет! А спасибо, что сегодня к нам пришел. На самом деле, спасибо, что пригласил, потому что мы не так давно в Сингапуре, и для меня это интересная возможность еще раз рассказать о том, чем я занимаюсь. Так чем ты занимаешься? Я торговый представитель России в Сингапуре. Это торговое представительство, это часть дипломатической миссии, то есть мы являемся дипломатами. Вообще у России на самом деле торговое представительство есть в 55 странах мира. Существует этот институт уже более 100 лет, и занимаемся мы содействием российским компаниям в выходе на рынки тех стран, где мы находимся. Если говорить очень простыми словами, то я тот проводник для российского бизнеса, который хотел бы делать свое дело, находить новых клиентов в Сингапуре. То есть ты прям проводник российского бизнеса в Сингапуре? Я такой, да, лоцман. То есть я указываю путь, как правильно доплыть до своей цели, как увидеть тот самый маяк, как правильно пришвартоваться и, в общем-то, выгрузиться на берег. Окей. То есть если кто-то, кому-то нужно, вот прям лоцман, да, кому нужно понять вообще, как выходить на рынок Сингапура, то это к тебе. Да. Если вы российский предприниматель, если у вас компания из России, если вы хотите и понимаете, что Сингапур и Юго-Восточная Азия являются для вас тем рынком, где вы хотели бы работать, то вы обращаетесь ко мне. Я, соответственно, оказываю вам ряд услуг, услуги в кавычках, потому что, естественно, они все бесплатные. Мы являемся государственными служащими, работаем за счет тех налогов, которые те же самые российские предприниматели платят в России. И мы помогаем вам лучше узнать эту страну, понять ее законодательные особенности, понять ее культурные особенности, найти первых клиентов, организовать с ними переговоры, быть вашими посредниками в переговорах с органами государственной власти, рассказать о таможенных, пошлинных, заградительных барьерах, которые могут быть в той стране, где мы находимся. Ну и, в общем-то, наша главная цель делать так, чтобы российский экспорт товаров, услуг, за исключением нефти и газа, постоянно рос в той стране, где мы находимся. И это делают мои коллеги в 55 государствах мира. То есть вас поддерживает фактически Минтром Торг, правильно? Да. И Минэкономразвитие? Ну, назначает торговых представителей вообще премьер-министр России. То есть если посла назначает президент в стране, то у нас назначают премьер. И делается для того, чтобы мы имели возможность работать со всеми министерствами, ведомствами и не делили, знаешь, вот это моя отрасль, это министерство промышленности, а вот это, к тому же, не знаю, министерство IT или министерство сельскохозяйственной, я это делать не буду. Нет, для этого сделано это так, чтобы мы могли работать со всеми отраслями экономики России. Но, конечно, должен быть кто-то, кто администрирует, помогает, поддерживает и координирует работу торговых представителей сейчас на Министерстве промышленности и торговли. То есть там сидят наши коллеги, отраслевые департаменты в министерстве, которые нам помогают и нас здесь поддерживают. Здорово. Ну вот подожди, мне интересно по поводу Сингапура. Да. То есть ты говоришь, что вообще вот это все стало развиваться, торговые представители в Сингапуре начало развиваться примерно 4 года назад. Есть два момента. Сама система торговых представительств в России, она очень сильно менялась. И было большое количество сокращений вообще стран, где торговые представительства находятся. Их раньше было значительно больше, чем 50. Это первое. Второе, как мне кажется, еще раз повторюсь, для того, чтобы создавать торговое представительство, развивать его, развивать экспорт в этой стране, до этого все должны немножко дорасти. И в том числе и российские экспортеры. Потому что вот мы когда общаемся, очень много с компаниями, деловыми ассоциациями здесь, органами власти. Они говорят, ну вот, а почему русских не видно здесь или здесь? Я говорю, подождите, вы их скоро увидите. Но российскому частному бизнесу 30 лет. И сначала мы осваивали внутренний рынок, а он достаточно большой. 140 миллионов человек живет внутри страны. Это большой рынок для предпринимателей из России. Потом мы пошли на рынки тех стран, которые нам более понятны. Казахстан, Беларусь, Армения, не знаю, Таджикистан, Украина, страны Прибалтики, потом Скандинавия, потом Европа, потом Китай, который, мягко говоря, сильно больше, чем Сингапур. И сейчас потихоньку российские компании дорастают для того, чтобы понимать, что Юго-Восточная Азия для них это следующая точка роста и следующий рынок, который надо комплексно осваивать. И поэтому они сюда приходят. Поэтому мне кажется, что это все очень логично. У меня были очень хорошие отношения с прошлым торгпредом. Он как раз сейчас, насколько я понимаю, в Китае. В Китае, да. И я прекрасно помню, когда мы с ним разговаривали, он жаловался на то, что, к сожалению, текущий объем торгпредства, но он фактически очень тяжело справляться с потоком заявок. И даже я тебе свою, да. То есть у меня сейчас команда, кто-то в Сингапуре, кто-то в других странах. У нас порядка 30 человек. И мы как раз работаем, да, там по Сингапуру, по странам Азии. Я понимаю, что 30 человек, когда ты говоришь про какие-то объемы, это очень мало. А когда там 2, 3, 4 человека, ну, то есть справляться с входящим, большим входящим потоком заявок, это же очень тяжело. It's a good problem to have. Большое количество заявок. Ну, то есть это было бы хорошо, если бы это было так. То есть ты такую проблему не испытываешь? Я не испытываю такую проблему, потому что я вообще не люблю говорить и думать о проблемах, решение которых лежит за пределами моей компетенции. Я не могу лично я сделать так, что здесь работало больше людей. Зачем я буду испытывать на эту тему какие-то там разочарования, не знаю, там, думать вообще об этом? У меня есть рамка, в которой я работаю. Я же сознательно согласился на эту работу, ну, то есть как бы меня никто в бессознательном состоянии из Ижевска в Сингапур не перевез. Я понимал правила игры, я понимал объем, который потенциально можно быть. И если я уже здесь это делаю, то зачем я буду думать о том, что как это могло бы быть, если бы. поэтому мне кажется, что первое, никто не говорит, что госслужба это легко. Это кажется, что как бы чиновники, это люди, которые там основывали, а тем более дипломаты, это те, кто люди, кто ходит в основном на приемы с бокалом шампанского. Ну, тебе не повезло. Ты очень в неудачное время приехал. Дело даже не в этом. Ну, я как бы и рад, на самом деле, что я в это время приехал, потому что это сильно отвлекает от основной деятельности. Давай поговорим про Сингапур. Давай. Ты здесь пока 7 месяцев. Да. Ты попал сюда, скажем прямо, не самый лучший период Сингапура. Наверное. Какие твои впечатления? Что тебе здесь? Нравится, не нравится? Давай, давай с хорошего. Ты же позитивный человек, правильно? Я очень позитивный. Во-первых, здесь тепло, это хорошо. Окей. То есть тебе нравится климат? Мне нравится климат, да, он жаркий достаточно, но все-таки возможность как бы выйти в шортах в любое время года и лично тебе и ребенку, а ребенку это вообще прекрасно, это очень хорошо. Безопасность. Ну, как бы я не закрываю двери в квартиру. Ну, как бы я абсолютно спокоен с этим. Безопасность на улицах в любом районе города, то есть нету как-то даже в европейских странах, когда в центре все хорошо, в определенном дистрикте Парижа уже как бы ты не можешь выйти. Мультикультурное общество, толерантное общество, общество с разными политическими, философскими взглядами и при этом общество очень интеллектуально развитое. То есть у меня здесь что не встреча, это встреча с человеком, который 10 лет назад переехал почему-то в Сингапур создал здесь там свою компанию, где работают уже 30 сотрудников. Это я про тебя. И у меня таких встречек, они каждый день. То есть я каждый день кого-то встречаю, кто вот заставляет меня задавать себе вопрос, какие же крутые люди, ты-то что, давай-ка быстрее, больше и так далее. То есть это очень крутой мотиватор. Ну вот, ну и конечно, архитектура это очень красиво, то есть это то, что меня еще в первый приезд поразило, как вообще люди могут обустроить свою как бы землю. Ну то есть каждый сантиметр у тебя как бы... Ну под архитектуру ты имеешь вообще инфраструктуру города. Вообще инфраструктура вообще, да. Не просто сами. Нет, 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 нет. Зелень, дороги, переходы, мосты, здания, магазины. Все, вот каждый сантиметр у тебя понятен, как он эксплуатируется. Это поражает, это, конечно, это и удобно, и красиво, и как бы тебя это восхищает. Поиск плюсов, наверное, как-то так. Хорошо. Давай теперь по поводу минусов. Жарко. Опять же, это... Так это хорошо или плохо? А это вопрос как бы в каком-то... Все-таки вот сейчас я понимаю, что мне не хватает смен времен года, например. Ну то есть я как бы... То есть я недавно осознал, что как бы уже октябрь. То есть год заканчивается, а ты этого здесь не ощущаешь, что как бы каждый день он все-таки одинаковый. Голубое небо. Ну, либо голубое, либо дождь, но более-менее все как бы вот в одном. Ты в тех же шортах, как бы и Новый год встречаешь. Зато какая экономия? Сто процентов, это да. Никакой тебе палец линии коллекции до Дочи Габана. Никакой тебе шубы и жени не надо покупать. Вот, вот, экономия. Сплошная, сплошная. Но вот я говорю, как на это посмотреть? Иногда это минус может быть. Второй минус, наверное, это... Ну, чисто вот, наверное, минус этого все-таки времени, что меньше сейчас возможностей для личных деловых встреч. То есть у тебя больше онлайн-коммуникации, это как бы все равно тяжело. Ты все равно далеко от дома. Ну, то есть если у тебя здесь... Я говорю про тебя. Это твой дом уже, ты здесь живешь. То я-то все равно здесь в командировке. Ну, то есть для меня не место, где я проживу там какую-то длинную часть своей жизни. Я приехал сюда в командировку, и я далеко от дома. То есть мой дом там, и это все равно тяжело. Ты не можешь сюда прилететь сейчас, ты не можешь увидеть родителей, ты не можешь там увидеть своих друзей, и как бы все равно я строю свою жизнь в России, не в Сингапуре. Поэтому это большой минус нынешнего положения. Но ты, по крайней мере, здесь с семьей. Ну, с частью семьи. То есть, да, с женой и ребенком, естественно. Если бы я еще был без нее, я бы не поехал. Но родители, друзья, еще раз повторю, вся жизнь. То есть, я очень хорошо сейчас понимаю отличие своего положения, командировочного все-таки, от людей, кто эмигрирует вообще навсегда из России. Они все-таки уезжают строить новую жизнь, а я из своей жизни кусок выдираю тем, что я нахожусь здесь. Это кажется, ну, окей, нет, на самом деле, просто мне это легче, потому что я всю жизнь переезжаю. Я жил в Москве, в Питере, родился в Сктывкаре, жил в Венгрии, в Ижевске, сейчас в Сингапуре, в Подмосковье. То есть, я в целом человек, которому окей переезжать. У меня есть набор с женой коробок, которые надо быстро собрать. И как бы, если завтра там Родина скажет, то мы там раз и куда-то поедем. Но это все равно не отменяет того, что тебе этого не хватает. Большой минус разницы во времени с Москвой. Я люблю футбол. Сегодня играет сборная России. По местному времени это 2.45 ночи. Ну, окей, завтра суббота. Но как бы не хочется ее всю проспать. У меня муж тоже фанат футбола. Он говорит, зараза, каждую ночь в 3 часа ночи просыпается, чтобы посмотреть футбол. Вот я сегодня буду делать так же точно. Ну и для работы это, опять же, и плюс, и минус. То есть плюс то, что ты можешь много сделать утром, до обеда, пока Москва еще спит. Но минус, что ты должен работать. То есть у меня обычно рабочий день складывается, типа, я работаю до 6-7, потом я еду время с семьей, с дочкой, в 9-30 я ее укладываю, или если очередь жена, жена идет укладывать, и еще до 12-ти часа ты работаешь, чтобы отработать письма, звонки, зумы с Москвой, с Россией и так далее. Это тоже большой минус. На твой взгляд, да, профессиональный взгляд, каким компаниям, каким секторам надо идти в Сингапур? Во-первых, надо идти тем компаниям, которые уже успешно экспортируют другие регионы мира, я имею в виду, в России таких компаний много, и традиционно хорошие российские экспортеры смотрят на Китай, Европу, США, и сейчас больше-больше Ближний Восток. Вот если вы компания, средний, крупный бизнес, в принципе, в любом сегменте, которые уже имеют опыт, хороший опыт экспортных поставок, хороший экспортный отдел или департамент, и вы бы работали, не знаю, на Ближнем Востоке и в Китае, смотрите Юго-Восточную Азию, в общем-то, абсолютно в любой категории товаров и услуг, которые вы производите. Включая продукты? В первую очередь продукты. В первую очередь? В первую очередь продукты. А не кажется ли тебе, потому что я же со многими предпринимателями обучаюсь, те же самые русские рестораны, которые из раза в раз были достаточно провальные здесь, культурные, вот эта вот наша еда, она во многом, ну, как бы очень далека от вкусовых предпочтений азиатов. Ну, вообще, я не был в этих ресторанах и не знаю этих ресторанов, которые были здесь провальными, но я могу точно сказать, что все зависит от предпринимателей. Если бы условный господин Зарьков с его White Rabbit, который стал там 25-м рестораном в мире сейчас, пришел бы сюда, он был бы здесь успешен. Вы слышите? Приходите, будете здесь успешны. Ну, то есть вопрос как бы в компетенции самого предпринимателя. Русские умеют делать бизнес. Если теремок, блины делают и продают хорошо в Нью-Йорке, не вижу никаких абсолютно культурных особенностей, почему бы это не было популярно здесь. Вопрос в, еще раз говорю, в самом предпринимателе. Первое. Второе. Продукты питания – это очень универсальная вещь. Мы едим, в принципе, ну, если не брать какие-то, никто не говорит, поставлять, не знаю, там, приправу для том-яма, ну, как бы не надо этого делать, или там везти сюда сложные морепродукты. Здесь там тяжелое законодательство, их сложно сертифицировать, здесь есть там внутренние конкуренты и так далее. Но есть ниши, в которые едят все на планете. Муку едят все на планете, крупы едят все люди на планете, молоко пьют все люди на планете, воду люди пьют все. Это простые продукты, в которых мясо едят все, мороженую рыбу все. Не все. Я не е. Я, как бы, это ты подтверждаешь правило, что большинство все-таки ест, потому что вот у нас здесь кокос сидит, у меня вместе с командой твоей, я думаю, что все-таки большинство ест. Поэтому нет никаких преград ментальных или культурных, чтобы себя переводить. Ну, смотри, когда мы с тобой говорим, мясо, вода, какие-то основные продукты питания. Здесь Сангапур находится рядом с Австралией, Новой Зеландией. Как побить, побить, да, новозеландское мясо, австралийское мясо, при том, что они намного ближе здесь, у них огромные фермы, у них хорошая природа, хорошая погода, та же самая вода. Здесь же есть поставки из других стран, правильно? То есть здесь очень много, когда, мне кажется, мы начинаем считать, то вопросы логистики, вопросы сертификации, вопросы той же самой растаможки. То есть когда вот этот ценник для того, чтобы привезти ту же самую воду, ты понимаешь, что очень тяжело будет заходить на эти рынки. Ну, смотри, во-первых, Австралия, сколько, 5,5 часов лететь? Смотря куда. Ну, окей. То есть там Мельбурн, там другие направления. От 5 и больше до Москвы 8. Сингапур, Москва? До Москвы 10. Ну, 10. 10 часов 15 минут. Прямой рейс. Прямой рейс. Окей, но это не разница в три раза. То есть это не 5 и 15. Это не такая глобальная разница, которая убивает всю экономику поставки, даже самолетов. Это первое. Второе. Люди хотят видеть разных производителей из разных стран. Они привыкли, что на полке не один монопродукт, даже очень хороший. Ну, вот смотри, когда продукты приходят, они же хотят встать в магазины. Они хотят встать в Giant, они хотят встать в Cold Storage, чуть не сказал пятерочку. Они хотят встать в Fair Price и так далее. И там тоже большой ценник для захода. Да, конечно. Там тоже большой ценник для захода. Поэтому я и говорю, что компания должна быть готова к тому, чтобы приходить и занимать эту полку. Есть, понимаешь, есть российская компания Splat. Она делает зубную пасту. Продукт, который внутри России до Splat вообще считался полностью захваченным импортом. Ну, или условным импортом, который производится внутри России. Colgate и прочие бренды, которые как бы, ну... Сейчас Splat стоит во всех аптеках Watson в Сингапуре. И не просто стоит на полочке, а у них промо-стенды стоят в каждой аптеке здесь. То есть Splat – это российская марка? Конечно. Она в Новгороде, в Великом Новгороде производится. Окей. Даже под Великим Новгородом, это еще там где-то, наверное, километрах, не помню, 100, наверное, 70 от Великого Новгорода. Акуловка есть такое село. И вот в этом селе производится эта паста Splat, которая здесь стоит на полке. Не в Китае. То есть это не просто российский бренд, который где-то делает. Как им это удалось? Именно так, как я об этом и рассказывал. Сначала они начали продавать на рынках, которые близкие к ним. Нет, у меня нет в семье медиков, зубных врачей. Обычная паста. Ну, как бы... Что-то есть там особенное в этой пасте? Ну, как еще соберю, вопрос конкуренции. Ну, то есть как ты подаешь, как ты... Ну, позиционирование, да, маркетинг. Да, да, и все это работает. Ну, то есть если ты это делаешь системно 10-15 лет, постепенно увеличивая долю рынка, и имея собственника в голове, у собственника компании есть четкая цель. Я хочу 50 или 70 процентов выручки экспорт. Вот если у собственника это есть в голове, как цель, он к этому и приходит. Что он стоит в Сингапуре, он побеждает зубные пасты тех марок, которых здесь и так... Как ты говоришь, их же и так много. Зачем еще? Кто будет это покупать? Потому что компания сначала один рынок, второй, третий. Наладила логистику, сделала склад не только в России, откуда можно развозить. Нашла правильных дистрибьюторов, потихоньку этот рынок. Вот, они есть здесь во всех... С продуктами питания все то же самое. Просто не бывает чудес, когда ты производишь в России, не знаю, молоко или мясо, и ты завтра победил Made in Australia во всех супермаркетах Сингапура. Так не будет. Хорошо. Мы нашли уже одного успешного представителя в сплат. Есть еще примеры? Российские компании, которые успешно вышли на сингапурский рынок, успешно здесь работают. В какой категории эти компании могут интересоваться? Ну, давай вот в любой. То есть мы не будем какие-то брать прям совсем очень нишевые, как и вещи, да? Потому что у нас как бы широкая аудитория. А что-то может быть, что-то на слуху. Я просто помню, что ты недавно привел сюда Красный Октябрь. Объединенные кондитеры. Да, объединенные. Тоже очень хороший пример. Они вышли сначала через наших друзей из компании Бублик, которые делают здесь русский магазин. И сейчас они начинают поставлять в другие торговые сети. Потому что дистрибьютор увидел их спрос на этот продукт, увидел сам продукт внутри страны. Но опять же, они вышли, по-моему, первую поставку мы сделали в марте. Мы с тобой говорим в октябре, но они уже нашли для себя дополнительные возможности для развития. Есть российская компания Scandic. Они делают мятные конфеты. Они месяц назад начали продаваться на Fairprice NTC на онлайн-маркетплейсе. И сейчас они согласовывают контракт на поставку уже в офлайновую сеть. Не Fairprice, правда, но в сеть, которая есть примерно на каждом углу в Сингапуре. И это тоже как бы, ну, да, для этого надо время. Есть российские производители вина и шампанского, уже там можно об этом говорить, компания Abrao Durso. Но вот сейчас они делают первую поставку в Сингапур. И несколько десятков сингапурских ресторанов будут предлагать их вино и шампанское своим посетителям. Вопрос. Вот, допустим, те примеры, которые ты приводил. Красный Октябрь, Scandic и так далее. А мне вот интересно, потому что Бублик, ну, как бы это русский магазин, в нем покупают русскоязычные. Правильно? То есть выход из России, Латвии, Украины, Белоруссии и так далее. Продукт, вот, допустим, он начал пользоваться спросом среди местного населения? Или это пока ведет потребление именно русскими, ну, русскоговорящими, которые живут в Сингапуре? Но Scandic это сразу не Бублик, то есть это сразу Fair Price, который как бы работает на всю аудиторию, проживающую здесь. Abrao Durso это рестораны Сингапура, это вообще импортер сингапурского вина, сингапурский импортер вина, который изначально поставляет в рестораны, там, кафе Сингапура. Это не идет речь про русскоязычную аудиторию, которая лояльна к бренду, потому что вот мы там все из советского прошлого, и нам нравится там шоколад Аленка, да, мы там помним, что вот это, там, советская аудитория, шампанская, хороший бренд. У нас лишние конфеты, моя любимая. Вот, поэтому, как бы, нет, это, конечно, не рассчитано на, и не стоит этого делать на аудиторию, которая про сплат, ты видишь, вообще не знала, что это российский бренд, но, то есть, как бы, никто не работает на аудиторию только комьюнити русскоговорящих. Это хороший старт, и здесь я благодарен, там, тем компаниям, кто привозит сюда, и здесь же несколько, там, магазинов русских товаров, например, да, кто вообще этим занимается. Потому что для меня, как бы, торговый представитель, это хороший партнер, который может мне помочь хотя бы привести, показать рынку, что, ребят, смотрите, вот здесь на полке в Сингапуре, да, в магазине для русскоязычного стоит. Давайте смотреть, пробовать и так далее. Давай по цифрам. Торговый оборот России и Сингапура сейчас, он примерно сколько составляет? Он, я могу точно сказать, что за 7 месяцев этого года, это 1,14 миллиарда долларов США. Миллиард, это только экспорт из России в Сингапур, и он вырос, по сравнению с таким же периодом прошлого года, более чем на 60%. За счет каких позиций? Ну, естественно, нефть, но можно убрать нефть, если ты уберешь нефть, газ, там, и еще ряд сырьевых товаров. И что у нас останется? Более 100 миллионов долларов США, но это тоже немало, и это больше почти в 2 раза, чем было 7 месяцев прошлого года. Это примерно на уровне 2019 года. В 2019 году за 7 месяцев было 120 миллионов долларов США, сейчас 100, но после провала почти до 50. Это уже без нефти? Это без нефти, без газа, без там сырьевых товаров. Давай вот еще раз по позициям, что сюда привозят? Картон, бумага, упаковочный материал, сюда привозят большое количество металлов, драгоценных металлов, цветных металлов, сюда привозят сложную электронику, сюда привозят летательный аппарат, например, пистолетные летательные аппараты гражданского назначения, сюда привозят продукты питания. Есть еще, если убрать продукты питания, большой блок, это в целом продукция агропромышленного комплекса. То есть это пшеница, масло, подсолнечное масло, которое еще до того, как оно разлито в бутылке, то есть как сырье его тоже сюда привозят. Это сложное техническое оборудование, которое из России экспортируется в Сингапур. Достаточно большая номенклатура товаров. Тут еще надо понимать, что в целом торговая статистика Сингапура, Сингапур в прошлом году экспортировал товаров на 380 миллиардов долларов США. Это, кстати, сопоставимость Российской Федерации. Хотя здесь 5 миллионов, у нас 140, здесь нет нефти и газа, у нас, естественно, он есть. Здесь даже воды нет. Да, но из этих 380 миллиардов, почти 200 миллиардов долларов США, это прямой реэкспорт. То есть когда ты используешь Сингапур как торговый хаб, который дальше... То есть Сингапур является одним из крупнейших, ты посмотри по статистике, один из крупнейших экспортеров продуктов питания и АПК в регионе. То есть если брать страны Юго-Восточной Азии, они одни из самых больших экспортеров. Ну, как ты понимаешь, полей там пшеницы у нас не колосится здесь. То есть они это делают за счет реэкспорта, и это как бы действительно хорошая возможность для российских компаний. То есть мы всем показываем, что, ребят, если весь мир использует Сингапур как торговый хаб... Какого хрена вы это не делаете? И международные компании находят для себя возможности из Сингапура торговать, значит им это выгодно, прибыльно, здесь есть клиенты. Почему вы этого не делаете? И потихоньку, потихоньку опять же там приходят сюда те компании, которые рассматривают Сингапур действительно как торговый хаб для себя. Вот из последнего на этой неделе наконец-то объявили о том, что компания Сегежа, это один из крупнейших производителей бумаги, ну вообще деревообрабатывающий холдинг российский. Он пришел в Сингапур, он открыл здесь торговый дом для того, чтобы торговать с странами Юго-Восточной Азии, вообще с Азией. И уже они, ну, в общем-то, первые сделки здесь заключили. Как ты видишь, допустим, ближайшие 10 лет, 20 лет, 30 лет, насколько вот это все торговые отношения между Россией и Сингапуром, российские... Давай сейчас возьмем именно Россию и Сингапур. Как ты видишь развитие этих отношений? Ну, я, естественно, вижу прекрасно. Ну, во-первых, еще раз повторюсь, я вижу больше российских компаний, которые, если хорошо, давай возьмем просто Сингапур как внутренний рынок, которые все равно сюда начинают поставлять свои товары просто потому, что они научились это делать по всему миру. Они научились это делать через электронную коммерцию, через маркетплейсы, через партнеров, логистические компании и так далее. То есть это первое. То есть я вижу больше потребительских товаров, которые здесь из России сюда могут и здесь быть востребованы. В перспективе пусть на 10 лет. Второе, продукты питания, я даже с Сингапуром вижу большой, достаточно большую возможность. То есть если сейчас экспорт АПК внутри Сингапура без реэкспорта... Когда ты говоришь АПК, я просто думаю, что не все люди понимают... Агропромышленный комплекс, то, что можно кушать, да. Если сейчас несколько миллионов долларов США каждый год внутрь Сингапура, то в течение 10 лет это может быть порядка 100 миллионов долларов США. То есть рост в 10-20 раз только внутри этой страны, без реэкспорта. Это тоже достаточно большая возможность. Третье, я вижу, услуги. Ведь мы об этом, опять же, мало говорим и редко это проходит, но у России отличный торговый баланс с Сингапуром в части торговли услуг. Мы закупили его, там статистика очень долго выходит, поэтому там есть статистика только за первый квартал. Мы закупили на 50 миллионов долларов услуг у сингапурцев в этом году за первые три месяца, а продали услуг на 150 миллионов. То есть мы на 100 миллионов долларов США больше продали сюда услуг, чем нам продали сингапурцы. Финансовые услуги, IT-услуги, логистические услуги, маркетинг, реклама, аккаунтинг. То есть все, что проходит по категории валютного контроля как услуга, Россия продает Сингапур больше, чем Сингапурцы нам. И это тоже, в общем-то, достаточно, как мне кажется, неплохой шанс, что может через 10 лет поменяться. О твоем опыте. Ты фактически сам из бизнеса. То есть ты поработал и в государственных структурах, и в бизнесе. Можешь немножко больше рассказать именно о себе? То есть ты вообще по образованию кто? Кадровик. Кадровик. Экономик труда. Ну, мне на самом деле повезло, как я считаю, потому что я 4 года учился на управлении персоналом, буквы в ряд, и потом 10 лет работал в этой сфере. То есть до того, как я стал госслужащим, я занимался очень узкой частью управления персоналом. Это рекордно-поиск, подбор персонала. Это была моя и, скажем так, образовательная жизнь, и моя профессиональная жизнь до того, как я стал госслужащим. И в этом плане я считаю, что мне действительно очень сильно повезло, что я как-то случайно, я не буду говорить, что пришел в 17 лет в университет, такого экономика труда, да, это мое. Мне это случайно получилось, но я потом в итоге 10 лет этим занимался. Магистратура у меня госмуниципальное управление, поэтому я сейчас тоже работаю по специальности. Коллега. Да, это как бы действительно очень для меня, для человека, кто экономика труда изучал, важно все-таки иметь научный базис в профессии, которой ты занимаешься, особенно если ты занимаешься долго, то есть курсы и так далее, это все очень хорошо, учиться надо постоянно и может быть много всему, но основа все равно должна быть, потому что без нее ты не понимаешь, как работает не твоя узкая какая-то вещь, а вообще в целом рынке. Поэтому, да, первые 5 лет я отработал, я работал в Келли-сервисе в Анкоре, Келли, соответственно, международная компания Анкор, там, крупнейший российский провайдер. Начинал я с того, что занимался массовым подбором персонала, то есть я подбирал рабочих, механиков, слесарей, монтажников на производство в Питере. Вот, а потом я в Анкоре, я уже занимался, ну, больше, там, мидл-позиции, руководящей позиции в банках и инвестиционных компаниях. После этого я отрекал свое кадровое агентство, то есть у меня был один стартап технологический, он каким-то образом там не сильно получился, в итоге мы сделали кадровое агентство, и вот им занимались почти 5 лет, это подбор персонала для IT-компаний. То есть мы подбирали для большого числа IT-технологических компаний в России. Ну и потом, да, случилась госслужба. Почему так случилось? Бизнес у меня в определенном моменте закончился, я его просто продал, вопрос, что делать дальше, но вот поступило предложение, не поступило предложение, там, быть сразу вице-премьером, поступило предложение, я вообще уехал в Удмуртию внештатным советником по экономике. Просто, типа, вот полгода, посмотри... Ну, подожди, а ты сам из Удмуртии или ты сам откуда? Нет, нет, я вообще из ФК. А, то есть ты из республики Коми? Да, я вспомню, я до этого не был в Уджевске ни разу, меня просто пригласили, вот поменялся глава региона, и новый глава региона, говорит, поехали, помоги мне, просто, сынок, как бы есть возможность у тебя сейчас этим позаниматься. Я поехал, и потом я просто получил предложение через полгода, слушай, все хорошо, давай вот... Вот, и мы подумали с женой, что это будет, наверное, неплохая, мягко говоря, возможность для... Карьерного роста? Нет, вопрос не в этом. Это, как бы, должность звучная, еще раз говорю, она достаточно большая, но на госслужбе, особенно в определенном уровне должностях, уже, как бы, не работает карьерный рост, как компания, типа, там, у тебя третий грейд, потом будет второй, потом первый, потом точно поработают. Ну, то есть, как бы, карьерная лестница, она немножко не так выстроена. Скорее будет возможность реализовать, там, тот опыт, энергию, там, и знания, которые есть, и это, конечно, большая ответственность и вызов. Вот, как бы, мы это поставили, и, в общем-то, такое предложение приняли, почти, там, 4 года, 3,5 прожили, и потом оказались уже здесь. Как я здесь оказался, тоже могу рассказать. Вот, 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 как ты здесь оказался. Но, опять же, вопрос, у меня уже был опыт работы в бизнесе, был опыт работы на государство, был опыт работы и в Москве, и в регионе. Единственное, чего у меня не было лично, как бы, как у профессионала, у меня никогда не было опыта международной карьеры. То есть, я не делал международных проектов, а мне было очень интересно, смогу ли я сделать действительно что-то полезное, там, для того места, где я работаю, за пределами России. Вообще, конкурентен, то есть, это вот, а ты не можешь этого проверить, находясь в России. То есть, ты не можешь получить международную карьеру, находясь внутри той страны, где ты родился. И поэтому, опять же, так получилось, я в 19-м году попал в кадровый резерв президента, и благодаря кадровому резерву мне предложили, а не хочешь ли ты. И тут как раз все сошлось. То есть, у меня было это желание международной карьеры, и мне поступило такое предложение. То есть, ты в Сенкопуре уже сколько? Семь месяцев. Семь месяцев. Да. То есть, ты попал, подожди, ты приехал когда? В феврале. В феврале. Не, я точно попал, как бы, вот, еще, я на самом деле рад, что я попал, как раз в тот момент, когда, как бы, здесь нет, там, тусовок, миллионов людей, кто сюда прилетает, большого количества каких-то приемов, ресторанов и так далее. Это помогает сосредоточиться и вникнуть в то дело, которым я, там, какое-то время буду заниматься. Мне в этом очень хорошо. То есть, как бы, я очень счастлив, что мне не надо каждую неделю встречать делегации, там, откуда-то из России, и возить их, показывать, там, не знаю, Марину Бэй. Ну, то есть, как бы, это хорошо. Потому что, в общем-то, если вы хорошая компания, делаете хороший бизнес, никакой, там, зум не остановит вас от того, чтобы продать. Нет, вы все равно это сделаете. Поэтому здесь, мне кажется, что это, наоборот, очень хорошее время. Ну, вообще, у меня в феврале будет, 1 февраля, 10 лет, как я в Сингапуре. Я тебе хочу сказать, что, конечно, вот 10 лет в Сингапуре, последние два года, начиная, там, с марта, там, 2020 года, это самый грустный период из всех, которые были в Сингапуре. Самый-самый грустный. Я был здесь в 19-м году, до пандемии, недолго, правда, там, порядка, по-моему, двух недель, 10 дней. Ну, естественно, я, как тогда еще и человек, который здесь не работает, приехал, я приехал на учебу. То есть, ну, это более вольготный режим, и ты больше можешь увидеть. Конечно, это, ну, то, что я увидел тогда и сейчас, это два разных города, там, по атмосфере, по, там, не знаю, как это модное слово, вайп, ну, то есть, это совсем все другое. Но при этом все равно это тот же самый Сингапурс с теми же возможностями, с тем же бизнесом, с той же экологией, не знаю, безопасностью и так далее. То есть, это все равно, это важная мировая точка на карте, которая объединяет, там, комьюнити из, там, сотен стран мира. И в этом плане, мне кажется, что мы ничего не потеряли. Хотя, конечно, я... Тебе просто не с чем еще сравнивать. Да-да-да, я вот, знаешь, когда-то говорю, все мне говорят, типа, ну, да-да-да, ты давай, там, через год поговорим с тобой, когда-то никуда не сможешь отсюда улететь. Типа, каково это? Наверное, да, не спорю. Но такого жизнь сейчас. С этим, опять же... Возможно, тебе это даже, как бы, лучше, потому что ты не видел, как бы, ну, как сказать, ты не жил с тем, как было до, да? Поэтому тебе не так обидно. Ну, наверное. А когда ты, понимаешь, вот, сколько, 10 лет, представляешь, за 10 лет вот эту маленькую страну, там, у меня была возможность узнать вдоль и поперек. Причем из этих 10, 4 года мы с мужем жили между Индонезией и Сингапуром. То есть у нас был дом в Индонезии, был дом в Сингапуре. То есть мы постоянно мигрировали как раз между двумя этими странами. И вот эта вот атмосфера Чангия, когда ты прилетаешь в аэропорт, когда ты прикладываешь палец, когда ты... Вот сегодня пятница, вот сейчас мы с тобой закончили, можно было собраться и на Бентан, и на Ботам, и на Бали, и в Таиланд, и куда-нибудь в Камбоджу улететь. Ты прилетаешь в воскресенье, у тебя абсолютно, ты как бы полностью регенерейтед, у тебя полный заряд вот этой бодрости, да, ты посмотрел другие страны, другие культуры, ты в Гонконг склетал. И вот этот вот вайп, который как бы здесь был в Сингапуре, когда вот это была возможность, ты прилетаешь из аэропорта, тебе до дома там 20 минут на такси, ты в бассейне уже расслабился. Для людей, потому что у меня же муж очень высокую позицию занимает, как бы у меня, мы работаем практически по всей Юго-Восточной Азии, то есть мы постоянно летали. И вот это вот чувство драйва постоянное, когда у тебя здесь все хорошо и безопасно, но у тебя есть возможность вылетать, и ты постоянно в другой культуре, вот этого очень сильно не хватает сейчас. Значит, надо чем-то заменять. Работай. Чем вообще приходится работать? Опять же, значит, это тоже не повлияет. Ну, еще раз повторюсь, я в принципе по натуре человек, который не любит думать о том, на что он не может повлиять. То есть я не могу повлиять на то, что я никуда не могу улететь. Я могу повлиять лишь на свое отношение к этой ситуации, а в любом случае все, что мы чувствуем, это наши отношения. Это не всегда сложно, это не всегда легко, это как бы иногда это как бы да, такой долгий методичный процесс того, что ты объясняешь себе, там, нет, это надо вот так, к этому надо относиться вот так, к этому надо... Но в итоге, в итоге это позволяет как бы, ну, не расстраиваюсь. Я не расстраиваюсь от того, что я не могу никуда полететь. У меня есть много других проблем. В мире есть более тяжелые ситуации у людей, чем у меня. Я был в жизни в более тяжелых ситуациях, мягко говоря, чем сейчас. И хорошо, что это есть так. Когда-то это пройдет, ведь все равно, как бы, ну, есть... Эпидемия, это очень плохо. Но мир проходил через большое количество эпидемий и человечество за свою историю. И там испанский грипп, он унес жизни там десятков миллионов человек на планете. Но коронавирус уже вполне с ним сравнялся. Ну, по количеству смертей в мире нет. В США он сравнялся, например, да, сколько умерло от испанки, сколько умерло там сейчас от ковида, да. В России, например, нет. Там в Азии тоже нет. В Европе пока тоже нет. Теперь мы переходим к вопросу статистики, которая является кривым зеркалом. Ну, да, но все равно возможность фальсифицировать статистику в современном мире, я имею в виду... Она потрясающе объемная. Нет, она как раз-таки, мне кажется, сильно меньше, чем это было там 30 лет назад. Просто 30 лет назад ты могла через 4 дня узнать о том, что вообще случился взрыв на Чернобыль с КС. Сейчас это невозможно, ты об этом знаешь сразу. Ты не можешь скрыть от общества тысячи смертей. Это невозможно просто потому, что люди, как бы, ну, они социально связаны ближе, чем они были когда-либо в истории человечества связаны. Я не буду с тобой спорить, хотя по опыту я знаю, что в наших странах, тип Индонезии, Малайзии, Филиппин и многих других, возможности для работы со статистикой, они практически безграничны. Сто процентов. Еще раз, что люди опубликуют власти и как к этому будет относиться общество, это две разные вещи. Но общество, тебе тяжелее обманывать общество, потому что оно более... За счет цифры оно более публичное и более связано. Если власть у тебя публикует, что умерло 10 человек, а у тебя только на улице твоей умерло 10 человек те же самые, и ты знаешь этих людей, ты видишь их в соцсетях, ты с ними раньше общался, и когда это экстраполируется на все общество, там 10, 20, 30, 100 миллионов человек, это невозможно скрывать. Ты это не сможешь укрыть, это невозможно технически. Можно вырубить просто интернет, да, это да, или фэрвол поставить. Но как бы, скрыть в целом, это невозможно. И поэтому мне кажется, что, возвращаясь, очень интересно изучать дневники людей, которые жили в каких-то тяжелых, тяжелые периоды истории. Я читал дневники людей, которые жили во время испанки. И люди писали то же самое, что мы сейчас говорим. Один в один. Это навсегда, это никогда не поменяется. Мы, мир не будет прежним. Мы всегда там будем умирать от этой болезни. И есть дневники тех же самых людей через 5 лет после окончания эпидемии. Они не вспоминают об этом. Не вспоминали. И мы, мне кажется, также через какое-то время, человечество очень, к сожалению, короткая память. Ты мне прямо сейчас напомнил про вакцину. Что у нас со спутником? Отличная вакцина, признанная в более чем 60 странах мира. А почему ее до сих пор не признают в Сингапуре? А потому что Сингапур ее признает, когда ее признает Всемирная организация здравоохранения. А в чем проблема? Ты же понимаешь, сколько сейчас наших соотечественников, которые резиденты в Сингапуре, в какую они ситуацию попали, потому что Сингапур не признает спутник. Но, еще раз говорю, у Сингапура есть позиция, насколько я понимаю, она артикулирована публично, что они признают те вакцины, которые входят в перечень вакцин, признаны Всемирной организацией здравоохранения. Всемирная организация здравоохранения, я надеюсь, что до конца этого года признает спутник. И, соответственно, она автоматически будет признана в Сингапуре. Я никаких причин этого не делать не вижу. С учетом, еще раз повторюсь, что из 200 стран 60 с населением более 3 миллиардов человек, это не страны, вроде как бы маленьких стран, островных каких-то государств, 3 миллиарда. Они признали спутник. И не только признали, многие из них еще используют как вакцину для своих жителей. Поэтому никакого предубеждения, как мне кажется, уже сегодня не может остаться к этой вакцине. Это не продукт российский. А потом давай посмотрим, какое количество... Мне просто очень интересно, как Евросоюз внутри себя объясняет, например, там непризнание пока еще спутника. В Европе есть страны, члены Евросоюза, которые вакцинируются спутником. И, ну, как бы вы живете в одном комьюнити, в одном сообществе европейских государств, европейского союза. Поэтому мне кажется, что это вопрос там нескольких месяцев. Но опять же, возвращаясь, мне кажется, большое наше общее, я не буду там говорить за правителей стран, даже на уровне людей просто. Это большое упущение, что мы не использовали как общество. Это время, как возможность для того, чтобы быть ближе, понять, что у нас одна проблема. И она может нас всех убить. И не будет тогда ни правых, ни виноватых, ни там тех, кто за вакцину или против, тех, кто любит Майкрософт, а кто-то любит, не знаю, Эпл. Их не будет. Просто потому, что есть единая угроза. И мы почему-то все в домиках. Ну, я не кажется, вот это в итоге плохо. Саша, спасибо тебе огромное за такое вот подробное интервью. Спасибо, что пригласила. Такой вот честный ответ на некоторые даже скользкие вопросы. Мы надеемся, что вам понравился наш сегодняшний выпуск. А с вами был торговый представитель России в Республике Сингапур Александр Свинин. И я, Татьяна Шереметьева. Кстати, не забудьте подписаться на очень интересные телеграммы, инстаграммы, каналы Александра. Причем в них вы найдете много как личного о том, как выглядит жизнь в Сингапуре, так и профессионального, связанного с торговыми отношениями России и Сингапура. А мы с вами не прощаемся, но говорим до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин